приветствую вас на канале очередной автомобиль к нам приехал это шевроле болт 21 года вот такой вот красивого цвета приехал с тем что автомобиль у нас не запускается сейчас хочу запустить его и посмотреть действительно не запускается вообще что с ним происходит так пробег у нас на данный момент 3570 километров так автомобиль у нас действительно не запускается горит автомобиль с восклицательным знаком при том что пишет на остаточный пробег 109 километров на батарею и сейчас буду диагностировать посмотрим на что она жалуется и что с ней происходит так в общем начинаем диагностировать диагностирую с помощью gds это дилерский сканер для джем и если кому интересно чтобы автомобиль ввести в сервисный режим это не запуск автомобиля когда сторона за нажимаешь кнопку запуска грубо говоря включение зажигания для этого необходимо нажать и удерживать несколько секунд кнопку запуска без нажатия педаль тормоза до автомобиль приходит сервисный режим зажигание включается но не контакторы не ради не загорается так в общем диагностируем и посмотрим на что она жалуется у нас так вот видно у нас автомобиль год выпуска 20 при этом 21 модельный год так вот какие у нас ошибки одна ошибка по модулю управления двигателя и он говорит о том что модуль управления гибридной силовой трансмиссии запросил включения индикатора неисправности и основная ошибка у нас п 0 c 0 b это цепь напряжения питания инвертора приводного электродвигателя так естественно сразу попробуем их очистить и ошибки у нас все равно остались так и автомобиль у нас все равно не запускается в общем сейчас будем заниматься по вот этой ошибки п 0 c 0 b и вот кстати нашел бюллетень по этим ошибкам который расписано что это проблема может быть на автомобилях chevrolet bolt 2017 по 2020 год вот у нас эта ошибка п 0 c 0 b и она может говорить о том что есть проблема с соединением вот этого вот разъема при этом в этом бюллетене указано что конкретно эта ошибка может указывать на иную неисправность в любом случае если есть сомнения то сначала проверим этот разъем подкапотное пространство действительно как абсолютно нового автомобиля немного здесь грязи пыли все чисто как будто вымыт она сомневаюсь что здесь вымывали скорее всего она так и есть так а вот этот разъем который нас интересует он находится под вот этими блоками зарядника под инвертором и его на него можно добраться снизу сейчас попытаюсь добраться до него и посмотреть действительно ли проблема в этом разъеме ли у нас здесь что-то другое и снизу автомобиль тоже абсолютно новый алюминий окисленный все чистенько нужно стоит пластиковая защита я снял и вот как раз этот нас интересующий разъем вот он стоит вот этот разъем который нас и беспокоит вернее описан в мануале сейчас посмотрим что с ним не так так разъем тут пошевелил на всякий случай для проверки не снимал его еще просто пошелил сейчас посмотрим будет запускаться или нет второе что он может указывать это напряжение питания на мотор высоковольтная в общем буду заниматься сейчас этим вопросом сейчас попробую не случилось ли чудо не начал ли автомобиль запускаться ну а дальше уже буду диагностировать смотреть по напряжению на моторе конечно чудо никого не произошло автомобиль ехать не хочет в общем продолжаем тогда диагностировать его и будем смотреть фактические параметры что у нас дальше так но пока что у нас никаких неисправности не обнаруживаем 347 вольт 347 вольт по по отрицательным и по положительным 170 374 в общей сложности будет 347 вольт то есть пока что все у нас сходится все у нас красиво в общем прошелся по всем параметрам нигде никаких непонятности нет единственное что смущает что при включении сервисного режима включать сконтакторы и естественно невозможно удалить ошибку по высоковольтной системе она пишет что на борту высокое напряжение при снятии предохранителя высоковольтные ошибки по высоковольтной системе стираются но при установке обратно опять это ошибка появляется в общем такая вот у нас сейчас немножко непонятная ситуация поэтому сейчас будем надеяться что перепрошивка поможет потому как если заходить систему круче у нас происходит то что происходить не должно в общем будем пробовать ее перепрошить а также эта ошибка говорит о том что может быть проблема в самом инверторе после обновления прошивки дали чуть машине поспать сейчас посмотрим как она себя будет вести нет ничего у нас не работает поэтому будем менять вернее снимать инвертор для начала будем искать другой снимаем сейчас инвертор сначала вскроем его посмотрим что там ну и попробую себя подкинуть другой если не будет каких-то явных дефектов там снял инвертор сейчас вскроем его посмотрим что у нас с ним вроде запаха горелого нету но одна из вас не прозванивается сейчас буду снимать крышку как я уже сказал у нас одна фаза не звонится и вон видно что вы просто на этот гель которым залиты ключи силовые и это принципе подтверждается тем что у нас сгорел один из ключей и вот такая вот неприятность произошла на относительно свежем автомобиля двадцатого года все здесь новенькая а ключи уже сгорают так в общем привезли другой инвертор сейчас попробую опыт кинуть и заодно эти прозвонить его и посмотрим чтобы не ставить лишний раз так но все у нас фаза звонит одинаково по крайней мере по силовым ключам у нас все ровно конечно может проблем еще с электронной платой управления но это мы уже будем смотреть потом короче сейчас мы его подкинем на автомобиль попробуем что у нас будет попробуем перешить чтобы он соответствовал этому вен коду ну и дальше уже будем смотреть поедет он ли не поедет в общем стали мы опять инвертор дело в том что не прошивали моего потому что владелец сказал что если это ошибка пропала то он поищет другой инвертор более свежий это инвертор двадцатого года и он уже совпадает все значения и эти 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 только вот этот номер отличает 48 77 здесь заканчивается 034 тот у нас был 66 16 большие циферки в общем сейчас будем ставить прозвонили их эти инвертора этот инвертор прозвонили силовая часть исправная сейчас подкину его теперь автомобиль и тогда уже будем его и подшивать подошьем и попробую проехаться протестировать так уже провели много времени для того чтобы привязать дело том что джем постоянно уменьшает возможности установки бушных блоков и чем свежее машина тем сам и вот такие вот приходится по несколько часов сидит заниматься только привязка блоков благо этого в этом деле вот помогает александр нам удаленно это все делает потому что эти машины не так часто приезжает поэтому полностью их изучать это очень долгое время займет поэтому делаем так вот с помощью партнеров наших кстати говоря александр специализируется на американских марках форд краснеры джем это наш земляк харьковчанин с ним сотрудничают много сервисов по всей украине в том числе и родной мастер сервис и бош сервис 112 украина я работаю в данный момент находясь во львове так в общем сейчас у нас первый выезд заеду на зарядку посмотрю как она заряжается что владелец жалуется что еще зарядка не работает в общем сейчас проверю все моменты и можно будет отдавать тогда автомобиль владельцу так на автомобиль у нас нормально едет и автомобиль у нас заряжается вообще шевроле болт классная машина она с достаточно емкой батарейкой 60 киловатт-час чуть чуть меньше но заявлено 60 но вот эта машина она двадцатого года и она с емкостью батареи 66 киловатт-час еще более емкая то есть соответственно больше километров может проехать тем более в условиях нынешней войны когда у нас проблемы с топливом и очереди большие за бензином за соляркой с газом сейчас меньше проблемы на все равно все топливо подорожало то электромобиль это сейчас просто самый оптимальный вид транспорта заряжаться можно пока что везде в общем как то так поэтому мы думали что придет эра электромобилей но вот эта война которую устроили нам наши соседи она еще быстрее толкает нас к развитию электротранспорта поэтому будем по чуть-чуть все пересаживаться на электрический транспорт если конечно будет позволять возможности такой вот был ремонт поэтому если вам нравится такая тематика подписывайтесь на канал ставьте лайк до скорой встречи всем пока